На календаре 28 августа и до начала нового учебного года осталось меньше недели. С вопроса подготовки к 1 сентября начал еженедельное аппаратное совещание губернатор Сергей Морозов. Главная задача на сегодняшнюю неделю, наиважнейшая задача, это подготовка к началу учебного года и работа августовского форума. Поэтому я просил бы Екатерины Владимировны ОВА держать лично под контролем эту задачу и ежедневно мне докладывать в масштабах Ульяновской области, в масштабах муниципальных образований, как идет августовский форум. 1 сентября праздник не только у школьников. К этой дате коммунальщики должны полностью подготовить все теплоисточники региона к началу отопительного сезона. Погода в этом году непредсказуема, поэтому холода могут прийти в любой момент и встретить их нужно во всеоружии. Холода и дожди могут помешать выполнению дорожных работ. Губернатор отметил, что еще очень большие объемы ремонта не сделаны. Страдает и поддержание качества дорожного полотна на уже выполненных в предыдущие годы участках. Красноармейская. Сделали только капитальный шеремонт дороги. Несколько раскопок, несколько провалов. Значит, почти все колодцы провалены. Около Центробанка очередную, так сказать, дыру там сделали. Да в конце концов кто-то будет за это отвечать, а? Ну что это за бордачное положение? Дороги, тротуары и комфортную городскую среду Сергей Морозов назвал важнейшими вопросами на сегодняшний день. Недовлетворительно обстоит дело и с освещением в областном центре. Ни один фонарь не работает у вас на площади Столетия. Вы для чего там эту бутафорию тогда, получается, поставили? Ни один. Как в зиме готовитесь? Улица Лева-Толстого, так сказать, полностью обесточена уже несколько дней. К чему это может привести, объяснять не надо. Рост числа ДТП и увеличение преступности могут стать следствием отсутствия освещения в вечернее ночное время суток. Губернатор поручил городской администрации незамедлительно заняться решением вопроса подготовки областной столицы к зиме. Осень может помешать и завершению уборочной кампании, которая в этом году началась несколько позднее, чем обычно. На прошлой неделе мы достигли по урожайности первого миллиона тонн. На сегодняшний день у нас во всех хозяйствах идет плановая работа, соответственно, по уборке. По состоянию на 27 августа зерновая и зернобобовая культура убрана с площадью 378 303 гектара или 64% от плановой. Одновременно с уборкой в хозяйствах области готовится к севу о зимах культур. Губернатор поручил профильному министерству держать его в курсе положения на полях региона. В заключении о кадровых изменениях в руководстве области. Сергей Люльков перешел на работу из правительства в администрацию. В ранге заместителя губернатора ему поручено реформирование Совета безопасности области. В ближайшее время при этом органе появится несколько комиссий, в число которых войдут экспертный совет и служба безопасности противодействия коррупции. В полном объеме они должны начать работать со следующего года. Егор Титов, Юрий Конехин, Новости дня, Ульяновская правда.